Всем привет, ребятушки! Посмотрите, как колосятся цветоносики. Наверное, так у всех сейчас. И в Новый год мы войдем с цветением. Это моя красавица-орхидейка, которой уже, ребята, больше 10 лет. Вот такая она у меня умница. Она меня каждый год радует своим цветением, таким нежным, розовым. Когда расцветет, попрошу вас помочь ее идентифицировать. Вот такой у нее цветоносик. Я ей поставила подпорочку. Будем скоро цепляться за следующий крючочек. Здесь рядом у меня Леодорушка, немножко с обожженным листиком. Вон там, если видите, у нее небольшой цветоносик. Она достаточно такая капризная дамочка, но пахучая. Она у меня в таком необычном ведерке сидит, в детском, прозрачном. Вот ее обалденные корешочки. Так, мне нравятся. Они такие, знаете, они вот отличаются от корешков у обычных фаленопсисов. Они более такие тоненькие. И смотрите, какие они на концах. Такие прям похожи на копии. На копии. Копия, на копия похожи. Вот она умница у меня здесь. Это детеныш у меня, подросточек. Ему буквально там годика три. Может быть, да, три-четыре годика. Уже один раз цвел. Вот листик, мне кажется, обжегся на солнышке. Так, кто у меня здесь еще? Вот такая моя желтенькая. Желточек мой. Желточек мой немножечко приболел. Немножечко я его октаркой подлечиваю. В принципе, всем сейчас делаю обработку. Вот одну обработку сделала. И буду делать еще одну. Смотрите, на старом цветоносике вот такие вот две почки разбудила. Желтенькая моя красавица. И вот здесь у нее бегут, бегут, бегут корешки. Вот такие вот свеженькие корешочки. В общем-то, она у меня никогда не балует меня большим количеством листьев. Но цветочки у нее аппетитные. Желтенькие, с такой, знаете, розовой серединкой. Так, вот здесь у меня малыш собрался цвести уже второй раз. Это моя деточка от белой погибшей орхидеи. Вот у него цветоносик. В прошлом году тоже был цветоносик, но этот цветоносик был буквально-буквально там на два цветочка. В этом году не знаю. Посмотрим, как он расщедрится и сколько ему хватит сил. Вот здесь он у меня растит такой красивый новый корень. В общем, я надеюсь, что все будет окей у него. Ставлю его на место. Они у меня здесь на березочке стоят. Вот здесь, кстати, еще один белый. Его собрат все той же мамки. Сидит он на этом пеньке мамкином, от которого я не смогла его отделить. Так вот с пеньком и посадила. И недавно прям туда вовнутрь забралась, и старые отгнившие корни, прям вот так, ну засохшие, не отгнившие, а засохшие мамкины, прям вот так аккуратно повытаскивала. А это уже, конечно, его корешки. Такие вот мощные. И вот он тоже расщедрился на цветонос. Но он как-то побольше. Вот эта деточка больше, чем эта. Они где-то плюс-минус одновременно выросли на мамке вдвоем. И вот такие у меня две теперь. Была одна белая орхидея, теперь у меня будет две белых орхидеи. Вот это у меня орхидея. Немножечко, видите, ребята, кто-то нас покусал. Кто-то нас покусал летом. У меня котлея стояла рядом. И вот котлею кто-то грыз. И не знаю, девочки, подскажите, кто это, кто этот засранец, который так испортил мою орхидею? Но сейчас я лучше. Видите, какие-то мокнуши. Неужели? А второй я обрабатываю? Не знаю, может, надо что-то другое попробовать? Подскажите, девочки, буду очень благодарна. И вот тоже цветоносик. И вот, кстати, орхидея, которая какое-то определенное время давала свои цветоносы только с одной стороны. Видите, палок сколько осталось. Вот, кстати, корешок симпатичный растет у нее. А в этот раз решила процвести вот с противоположной стороны. Ну, спасибо. В общем-то, корешки вот она закуклила, потому что приболела. Но я ее сейчас обрабатываю, и она повеселела, стало ей веселее. Вот моя карибская мечта, ребята. Обрезала я ей цветонос. Она летом цвела. Моя мечта карибская. Но на цветоносике, как бы, знаете, ой, как это показать, вот живые почечки. Вот они прям выглядывают, видите, выглядывают из-под чешуек. Но не знаю, вот это вообще вот вроде как почти двинулось в рост. Что ж такое не фокусируется вот. Ну, захочет, процветет. Не захочет, не процветет. Но пока листик растит, и корешки растит. Так особо не... Ну, вот, да, вот вижу, растит корешок. Я ее недавно пересадила. Тоже там была история с этим торфяным стаканом. Ох! Избавляла я ее. И много я, конечно, ей корней отчекрыжила. Ну, много и осталось. Но она прям вот так ходуном у меня ходила в горшке. Сейчас более-менее нормально вселась. Надеюсь, что корни нарастит. Что-то здесь вот вроде свеженько идет. Ну, думаю, обзаведется большим количеством корней. Тогда уже будет идти речь о цветении. А пока и так хорошо. Как-то вот, видите, вот лист магазинный, оранжерейный, не магазинный, а оранжерейный лист. Вот такой лопух. А у меня вот такие с лета выросли практически параллельно два листика. Ну, видимо, там хорошо их кормили. У меня другой рацион. Не такой полноценный, как в оранжерее. Ребята, ну, а это... Это труженик великий. Посмотрите. Не обрезала я правильно цветонос. Оставила его. Вот только отрезала кончик. Надо было все-таки поближе срезать, чтобы он вот эти почки разбудил. Было бы как-то эстетичное. Поэтому он разбудил самую первую краю почку. И вот бутончики дует. Но, однако, и на втором цветоносе старом точно так же я неправильно поступила. Высоко сильно обрезала. Но здесь он разбудил две почки. Вот смотрите. Бутончики какие. Тоже дует. Ну, и помимо всего, еще и новый цветонос выдал. Видите, как я его... Посмотрите, как я его подхватила. Я его, честно скажу, сначала вообще не заметила, что он вообще есть. Он там себе вылезал из-под листа. И я не туда. Вижу, что здесь у него колосятся старые цветоносы. А потом я глядь туда. А все, он уже встал параллельно горшку. И я не могла его нормально привязать на палочку. Но думаю, ну что делать? Подниму-ка я тебя немножко вот так. Я вот таким образом, вот такой веревочкой, тесемочкой его привязала. Но ничего. Примитивно. Но зато будет хотя бы вертикально. Он стал вертикально расти, этот новый цветонос. И будет хоть какое-то подобие букета, я надеюсь. Конечно, прям, как знаете, в природных условиях. В разные стороны. Вот он немножечко съедает свой листик. Съедает потихоньку. Я не переживаю. Это нормальный процесс. Он его съест. Возьмет из него все желаемое. Все желаемое. Он, кстати, еще прошлогодний цветонос я обрезала. Даже позапрошлогодний. Корень у него идет красивый, новенький. В общем, он старается. Но здесь горшок такого цвета, темного. Я теперь вот жалею, что я купила такие темные горшки. У меня две орхидеи сидят в таких темных горшках. И вот не могу я посмотреть, что там происходит. Ну вот, вижу корешок. Видите, какой. Эх, какой он смочной. Какой он классный. Обожаю эти корешки. Ну вот здесь тоже что-то там проклевывается. Корешочек. Надо эти чешуйки поубирать. Они мешают корням сухие. В общем, этот труженик и листья растит, и бутоны дует, и вообще классный. Тоже не знаю, к сожалению, его название. Но он симпатичный. Симпатичный. Он будет такой бордовенький. Или даже больше сиреневый. Ну, в общем, ребята, вот уже бутончики у него. Красавчик. Думаю, будет меня радовать. Скоро моя подставка для цветов, березка, или как ее назвать, превратится в цветущий оазис. Обожаю я этот момент. Здесь у меня кот мой стоит, над всеми возвышается. Так он у меня и продолжает цвести. Ну, вот, я показывала вам, засушил он этот бутон. Вернее, цветок этот засушил. Засушил, вот он продолжает сушить бутон. Ну, в принципе, еще не так страшно, как казалось. Думала, что будет хуже. Пока что он остановился и ничего не сбрасывает. Тугар вроде неплохой, все нормально. Надеюсь, что скоро здесь появятся красивые корешки. В общем, ребята, вот такой мой небольшой экскурс по поводу, что у меня собирается цвести. Ну, конечно же, я с большим ожиданием и нетерпением жду, когда у меня раскроются бутоны и будет просто, вы сами понимаете, какая будет красота. Рада всегда даже самому какому-то маленькому, самому такому, даже не идеальному цветочку. Но люблю, люблю орхидеи, люблю их цветение. Все, ребятки, всем пока. И от моего кота вам большой привет.